Георг Гегель. Наука логики. Книга первая. Объективная логика или учение о бытии. Введение. Общее понятие логики. Ни в какой другой науке не чувствуется столь сильно потребность начинать с самой сути дела, без предварительных размышлений, как в науке логики. В каждой другой науке, рассматриваемый ею предмет и научный метод, различаются между собой. Равным образом и содержание этих наук не начинает абсолютно с самого начала, а зависит от других понятий и связано с окружающим его иным материалом. Вот почему за этими науками признается право говорить лишь при помощи лемм о почве, на которой они стоят, и о ее связи, равно как и о методе, прямо применять предполагаемые известными и принятыми формы, дефиниции и тому подобное, и пользоваться для установления своих всеобщих понятий и основных определений обычным способом рассуждения. Логика же, напротив, не может брать в качестве предпосылки ни одной из этих форм рефлексии или правил и законов мышления, ибо сами они составляют часть ее содержания и сначала должны получить свое обоснование внутри нее, но в ее содержание входит не только указание научного метода, но и вообще само понятие науки. Причем это понятие составляет ее конечный результат. Она поэтому не может заранее сказать, что она такое. Лишь все ее изложение порождает это знание о ней самой, как ее итог и завершение. И точно так же ее предмет мышления, или говоря определеннее мышление, постигающее в понятиях, рассматривается по существу внутри нее. Понятие этого мышления образуется в ходе ее развертывания и, стало быть, не может быть предпослано. То, что мы предпосылаем здесь, в этом введении, не имеет поэтому своей целью обосновать, скажем, понятие логики или дать наперед научное обоснование ее содержания и метода, а имеет своей целью с помощью некоторых разъяснений и размышлений в рассуждающем и историческом духе а растолковать к представлению ту точку зрения, с которой следует рассматривать эту науку. Если вообще логику признают наукой о мышлении, то под этим понимают, что это мышление составляет голую форму некоторого познания, что логика абстрагируется от всякого содержания, и так называемая вторая составная часть всякого познания, материя, должна быть дана откуда-то извне, что, следовательно, логика, от которой эта материя совершенно независима, может только указать формальные условия истинного познания, но не может содержать самую реальную истину, не может даже быть путем к реальной истине, так как именно суть истины, содержание, находится вне ее. Но, во-первых, неудачно уже утверждение, что логика абстрагируется от всякого содержания, что она только учит правилам мышления, не имея возможности вдаваться в рассмотрение мыслимого и его характера. В самом деле, если, как утверждают ее предмет, мышление и правила мышления, то она непосредственно в них имеет свое, ей лишь свойственное содержание. В них она имеет также и вторую составную часть познания, некую материю, характер которой ее интересует. Во-вторых, вообще представления, на которых до сих пор основывалось понятие логики, отчасти уже сошли со сцены, отчасти им пора полностью исчезнуть, пора, чтобы понимание этой науки исходило из более высокой точки зрения, и чтобы она приобрела совершенно измененный вид. Понятие логики, которого придерживались до сих пор, основано на раз навсегда принятом обыденным сознанием предположений о раздельности содержания, познания и его формы, или, иначе сказать, истины и достоверности. Предполагается, во-первых, что материя познавания существует сама по себе вне мышления, как некий готовый мир, что мышление, взятое само по себе, пусто, что оно примыкает к этой материи, как некая форма извне, наполняется ею, лишь в ней обретает некоторое содержание, и благодаря этому становится реальным познанием. Во-вторых, эти две составные части, ибо предполагается, что они находятся между собой в отношении составных частей, и познание составляется из них механически, или, в лучшем случае, химически, находятся, согласно этому воззрению, в следующей иерархии. Объект есть нечто само по себе завершенное, готовое, нисколько не нуждающееся для своей действительности в мышлении, тогда как мышление есть нечто ущербное, которому еще предстоит восполнить себя в некоторой материи, и при том оно должно сделать себя адекватным своей материи в качестве мягкой, неопределенной формы. Истинно есть соответствие мышления предмету, и для того, чтобы создать такое соответствие, ибо само по себе оно не дано, как нечто наличное, мышление должно подчиняться предмету, сообразоваться с ним. В-третьих, так как различие материи и формы, предмета и мышления не оставляется в указанной туманной неопределенности, а берется более определенно, то каждая из них есть отделенная от другой сфера. Поэтому мышление, воспринимая и формируя материю, не выходит за свои пределы, воспринимание ее и сообразование с ней остается видоизменением его самого, и от этого оно не становится своим иным. Осознающий себя процесс определения уж во всяком случае принадлежит лишь исключительно мышлению. Следовательно, даже в своем отношении к предмету оно не выходит из самого себя, не переходит к предмету. Последнее остается как вещь в себе просто чем-то потусторонним мышлению. Эти взгляды на отношения между субъектом и объектом выражают собой те определения, которые составляют природу нашего обыденного сознания, охватывающего лишь явление. Но когда эти предрассудки переносятся в область разума, как будто и в нем имеет место то же самое отношение, как будто это отношение истинно само по себе. Они представляют собой заблуждения, опровержением которых, проведенным через все части духовного и природного универсума, служит философия, или вернее, они суть заблуждения, от которых следует освободиться до того, как приступают к философии, так как они преграждают вход в нее. В этом отношении прежняя метафизика имела более возвышенное понятие о мышлении, чем то, которое сделалось ходячим в новейшее время. А именно, она исходила из того, что действительно истинное в предметах это то, что познается мышлением о них и в них. Следовательно, действительно истинны не предметы в своей непосредственности, а лишь предметы, возведенные в форму мышления, предметы как мыслимые. Эта метафизика, стало быть, считала, что мышление и определение мышления не нечто чуждое предметам, а скорее их сущность, иначе говоря, что вещи и мышление о них сами по себе соответствуют друг другу. Как и немецкий язык выражает их сродство. Что мышление в своих имманентных определениях и истинная природа вещей составляют одно содержание. Но философией овладел рефлектирующий рассудок. Мы должны точно знать, что означает это выражение, которое часто употребляется просто как эффектное словечко. Под ним следует вообще понимать абстрагирующий и стало быть разделяющий рассудок, который упорствует в своих разделениях. Обращенный против разума, он ведет себя как обыкновенный здравый смысл и отстаивает свой взгляд, согласно которому истина покоится на чувственной реальности. Мысли суть только мысли в том смысле, что лишь чувственное восприятие сообщает им содержательность и реальность, а разум, поскольку он остается сам по себе, порождает лишь химеры. В этом отречении разума от самого себя утрачивается понятие истины, разум ограничивает познанием только субъективной истины, только явления, только чего-то такого, чему не соответствует природа самой вещи, знание низведено до уровня мнения. Однако это направление, принятое познанием и представляющиеся потерей и шагом назад, имеет более глубокое основание, на котором вообще покоится возведение разума в более высокий дух новейшей философии, а именно основание указанного, ставшего всеобщим представления, следует искать в понимании того, что определение рассудка необходимо сталкиваются с самими собой. Уже названная нами рефлексия заключается в том, что выходит за пределы конкретно непосредственного и определяет и разделяет его. Но равным образом она должна выходить и за пределы этих своих разделяющих определений и прежде всего соотносить их. В стадии этого соотнесения выступает наружу их столкновение. Это осуществляемое рефлексией соотнесение само по себе есть дело разума. Возвышение над указанными определениями, которые приходят к пониманию их столкновения, есть большой отрицательный шаг к истинному понятию разума. но это недоведенное до конца понимание приводит к ошибочному взгляду, будто именно разум впадает в противоречие с собой. Оно не признает, что противоречие как раз и есть возвышение разума над ограниченностью рассудка и ее устранение. Вместо того, чтобы сделать отсюда последний шаг вверх, познание неудовлетворительности рассудочных определений отступает к чувственному существованию, ошибочно полагая, что в нем оно найдет устойчивость и согласие. Но так как с другой стороны это познание знает себя как познание только явлений, то оно тем самым соглашается, что чувственное существование неудовлетворительно, но вместе с тем предполагает, что хотя вещи в себе и не познаются, однако внутри сферы явлений познание правильное, как будто различны только роды предметов и один род предметов, а именно вещи в себе, не познается, другой же род предметов, а именно явление познается. Это похоже на то, как если бы мы приписывали кому-нибудь правильное уразумение, но при этом прибавили бы, что он, однако, способен уразуметь неистинное, а только ложное, так же, как это было бы нелепо, столь же нелепо истинное познание, не познающее предмета, как он есть в себе. Критика форм рассудка привела к указанному выше выводу, что эти формы неприменимы к вещам в себе. Это может иметь только тот смысл, что эти формы суть в самих себе нечто неистинное. Но так как все еще считают их значимыми для субъективного разума и для опыта, то критика ничего не изменила в них самих, а оставляет их для субъекта в том же виде, в каком они прежде имели значение для объекта. Но если они недостаточны для познания вещи в себе, то рассудок к которому, как утверждают они принадлежат, еще в меньшей степени должен был бы принимать их и довольствоваться ими. Если они не могут быть определениями вещи в себе, то они еще в меньшей степени могут быть определениями рассудка, за которым мы должны были бы признать, по крайней мере, достоинство некоторой вещи в себе. Определение конечного и бесконечного одинаково сталкиваются между собой. Будем ли мы применять их к времени и пространству, к миру, или они будут признаны определениями внутри духа, точно так же, как черное и белое все равно образуют серое. Смешаем ли мы их на стене или только на палитре? Если наше представление о мире расплывается, когда мы на него переносим определение бесконечного и конечного, то сам дух, содержащий в себе эти два определения, должен в еще большей мере оказаться чем-то внутренне противоречивым, чем-то расплывающимся. Свойства материи или предмета, к которым мы стали бы их применять или в которых они находятся, не может составлять здесь какое-либо различие, ибо предмет внутренне противоречив только из-за указанных определений и согласно им. Указанная критика, стало быть, отдалила формы объективного мышления только от вещи, но оставила их в субъекте в том виде, в каком она их нашла. А именно она не рассмотрела этих форм, взятых сами по себе со свойственным им содержанием, а прямо заимствовала их при помощи лемм из субъективной логики. Таким образом, не было речи о выведении их из них самих или хотя бы о выведении их как субъективно логических форм, тем более не было речи о диалектическом их рассмотрении. Более последовательно проведенный трансцендентальный идеализм признал ничтожность сохраненного еще критической философией призрака вещи в себе, этой абстрактной, оторванной от всякого содержания тени, и он поставил себе целью окончательно его уничтожить. Кроме того, эта философия положила начало попытки дать разуму развернуть свои определения из самого себя, но субъективная позиция этой попытки не позволила завершить ее, в дальнейшем отказались от этой позиции, а с ней и от указанной начатой попытки и от разработки чистой науки. Но совершенно не принимая во внимание метафизического значения, рассматривают то, что обычно понимают под логикой. Эта наука в том состоянии, в каком она еще находится, лишена правда того содержания, которое признается в обыденном сознании реальностью и некой истинной вещью. Однако не поэтому она формальная наука, лишенная всякой содержательной истины. В том материале, который в ней не находят и отсутствием которого обычно объясняют ее неудовлетворительность, мы, впрочем, не должны искать сферу истины. Причина бессодержательности логических форм скорее только в способе их рассмотрения и трактовки, так как они в качестве застывших определений лишены связи друг с другом и не удерживаются в органическом единстве, то они мертвые формы и в них не обитает дух, составляющий их живое конкретное единство. Но тем самым им недостает подлинного содержания материи, которая была бы в самой себе содержанием. Содержание, которого мы не находим в логических формах, есть ни что иное, как некоторая прочная основа и конкретность этих абстрактных определений. И обычно ищут для них такую субстанциальную сущность вне логики. Но сам логический разум и есть то субстанциальное или реальное, которое удерживает в себе все абстрактные определения, и он есть их подлинное, абсолютно конкретное единство. Нет следовательно надобности далеко искать то, что обычно называют материей. Если логика, как утверждают, лишена содержания, то это вина не предмета логики, а только способа его понимания. Это размышление приводит нас к необходимости указать ту точку зрения, с которой мы должны рассматривать логику, поскольку это точка зрения отличается от прежней трактовки этой науки и есть единственная истинная точка зрения, которой она впредь должна придерживаться раз и навсегда. структ-предиа. Струк-предиа.